Пришел мне тут вопрос. В общем, человек начал писать на Пульсе, получил свой инвайт, написал 10 статей и вроде бы как бы почти прошел проверку, но ему пришло официальное письмо от Пульса, где написали, что в принципе канал по истории у него неплохой, но то, что он пишет, как бы хорошо подкрепить ссылками на официальные какие-то источники, авторитетные источники. Ну и собственно вопрос-то у человека заключался в том, а что же такое эти авторитетные источники? Ну потому что в противном случае, как ему написали, его канал похож на изложение какой-то альтернативной истории, то есть если он подкрепит фактами и какими-то авторитетными цитатами то, что он пишет, то канал пройдет проверку. В общем поговорим сегодня о том, чем обусловлена такая реакция Пульса, о том, что сейчас там происходит, чего нам ожидать и что стоило бы там изменить. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. В общем, для тех, кто не знает, Майл больше никакой не Майл. Теперь все эти бренды объединились под одним, который называется ВК. Ну и вот уже ВК объединил медиапроекты, такие как Новости, Хай-Тек, Автокино, Спорт и Пульс в один. Ну и суммарная аудитория этой платформы составит 87 миллионов человек в месяц. Руководить этой объединенной платформой будет директор рекомендательной сети Пульс Сергей Шалаев. Ну так вот, в принципе, Пульс всегда обещал, что у него будет в ленте качественный контент, никакого кликбейта, никакого там контентного спама и тому подобного. Но во многом, наверное, вот это вот стремление к качественному контенту на данный момент связано как раз вот с этими текущими изменениями. Все дело в том, что в анонсе сказано следующее. Лента Пульса станет качественнее, редакционная команда медиапроектов выступит в роли экспертов в своих тематиках и будет проверять достоверность материалов, которые блогеры публикуют в Пульсе. Ну то есть связь, по-моему, очевидна. Человек создает канал по истории, его просят указывать авторитетные источники, чтобы редакционной команде как раз было проще проверить то, что вы публикуете. Что-то подобное мы уже видели на Дзене, когда нам обещали то, что крупные СМИ начнут проверять достоверность каких-то вот актуальных новостей, которые выкладываются на Дзене, какой-то актуальной информацией, которая может повлиять на какую-то ситуацию, скажем, в стране или вообще на мнение общественных масс. И что вот эти вот редакции крупных СМИ после проверки будут выставлять какие-то оценки материалов, в зависимости от них будет выноситься либо предупреждение, либо банк канал, либо статья будет, опять же, показываться только подписчикам. Здесь, конечно, такой вот системы оценок нет, но в принципе, скорее всего, те, кто не пройдут проверку, будут получать какие-то письма. Вот как, например, этот автор, которому сказали, что твоему каналу нужны авторитетные источники. Что подразумевается под авторитетными источниками, чтобы сразу никаких вопросов не было? Это какие-то энциклопедии. Скажем, на канале по истории это могут быть какие-то мемуары, воспоминания очевидцев. Если используете выдержки из СМИ, то это должны быть какие-то крупные СМИ, а не те, которые пишут про инопланетян. Вернее, как сказать, это должна быть не желтая пресса, а вполне себе издания, которые отвечают за проверенность публикуемой в них информации. Вот такие вот пироги. Ну, из остальных обещаний нам сказали, что контент станет персонализированным на главной странице мейл. После обновления, подборка материалов и рубрики будут формироваться полностью на основе интересов пользователя. Также команда медиапроектов продолжит создавать авторские материалы и спецпроекты для брендов. Мы хотим, чтобы каждый, кто на главной странице или суперапе получал полностью персонализированный опыт и находил интересный контент по своим интересам. Объединение пульса и медиапроектов позволит нам сделать главную страницу мейла удобнее для читателей и повысить качество контента на платформе. А авторам, издателям и брендам, которые приходят на пульс или медиапроекты, мы сможем помочь найти больше вовлеченных читателей. Комментирует директор рекомендательной системы ВК Сергей Шалаев. В общем, из данных обещаний что следует? Что контент станет более персонализированным и что информация, которая размещена на пульсе, будет более такой качественной. Но тут под качественным подразумевается то, что это будет не какая-то альтернативная история, не какие-то выдумки. И тем более они будут более строго следить за соблюдением правил. Скорее всего и правила немного изменятся. Они и сейчас уже изменяются. Ну то есть я как-то снимал видео про правила на пульсе. И если сравнить сейчас то, что было там в тот момент, и сравнить то, что сейчас напечатано там, то есть некоторые отличия, некоторые пункты изменились, стали немножко другими, но в корне, конечно, ничего не поменялось. Понятное дело, что пульс в дальнейшем тоже претерпит некоторые изменения. Алгоритм будет меняться. Это хорошо, что лента более персонализированная, потому что у меня вот некоторые вопросы. Но начнем слегка издалека. Даже не с алгоритма, а с того, как выглядит админка и насколько автор текстов может получать необходимую ему достоверную и нужную, самое главное, информацию. Что в админке, на мой взгляд, не совсем так, как нужно. Если мы заходим в раздел блоги, то мы, конечно, можем посмотреть статьи и можем их отсортировать. Ну, допустим, если мы в этом разделе хотим посмотреть интересующую нас статью, то мы не сможем на нее перейти. Там просто нет на нее ссылки. Мы можем открыть полностью название, можем потыкать, но ничего не происходит. Перехода на статью с раздела блоги просто не существует. Хотелось бы, чтобы он там все-таки появился. Второй момент — это сортировка самих статей. Скажем, мы можем отсортировать статью по CTR, мы можем отсортировать статью там по дочитываниям, можем отсортировать ее по кликам, по показам. Но нельзя отсортировать статью по названию и по дате публикации. Допустим, я хочу посмотреть какую-то статью, которая вышла у меня давно и у которой довольно средние показатели. Да я замучаюсь ее искать просто потому, что если бы я отсортировал ее по названию, то перейдя на нужную страницу, это вот дело трех минут найти. Но там есть возможность сортировать только по показателям, которые мне вообще неизвестны. То есть я не знаю, какой CTR был у определенной статьи, и чтобы мне ее найти, это мне надо листать, листать, листать. А если у меня десятки или сотни статей на канале, это превращается в сущий кошмар и огромное количество потраченного времени. Неудобная сортировка, очень неудобная. Хотелось бы, чтобы она немножко изменилась. Но это в разделе блоги, там это сверхсложная задача, но в разделе статьи найти ее довольно просто. Мы можем найти нужную статью, перейдя в соответствующий раздел. Вот раздел статьи, мы в нее заходим, и по названию здесь уже можно отсортировать. Мы найдем нужную статью, мы можем перейти по ссылке на эту статью, то есть гиперссылка, мы переходим на нужную статью. Но тут все тоже не так просто. Допустим, нам нужна была статистика, а вот нет статистики. Здесь вообще не отображается статистика данной статьи. Здесь, если мы перейдем на статью, тоже не отображается статистика данной статьи. И то есть у нас существует два независимых друг от друга раздела. Один блоги, где мы можем, в принципе, посмотреть все характеристики статьи, но не можем найти нужную статью. И раздел статьи, где мы можем найти нужную статью, но не можем посмотреть ее характеристики. Какой-то, блин, абсурд и, как я уже сказал, сверхсложная задача. Хотелось бы, чтобы это работало немного проще, немного более дружелюбно к пользователю. Чтобы мы, скажем, щелкая по какой-то статье, могли подробно легко посмотреть ее статистику. Что в том разделе, что в этом разделе. Но вот что меня больше всего смущает, это вот конкретно статистика по некоторым статьям. Как я уже сказал, я немного расскажу про алгоритм. Что мне в нем не нравится. Ну то есть мы берем статьи, мы их публикуем одну за другой каждый день. Как и было рекомендовано, каждый день одна статья минимум. Хорошо, публикуем, публикуем, публикуем. Но со временем, когда у нас опубликованы уже десятки статей, мы можем заметить, что некоторые статьи вообще не крутились. Там нет комментариев, там нет каких-то вот лайков, дизлайков, ничего нет. Мы переходим, но на пульсе статистика и не отображается, когда мы переходим на ее статью. Но мы, как я уже сказал, можем в неудобном разделе блоги отсортировать, скажем, статьи по CTR. Либо по количеству показов в ленте. И что мы видим? Количество показов в ленте 0, 0, 0, 0, 0. То есть эти статьи вообще не крутились. Есть статьи, где было количество показов 1, 2. То есть десятки статей, где у нас 0 показов. Десятки статей, где у нас по одному-двум показам в ленте. То есть, как я уже говорил, показы статей очень сильно зависят от поведенческих факторов. То есть люди, которые перешли. Люди, которые посмотрели, отлайкали. Сколько они читали. Карта дочитывания. И все это важно. Но в данном случае многие статьи просто вообще не показывались. Их никому не крутили. Там невозможно узнать, какие были поведенческие факторы. Статья была опубликована. И просто никому не показалось. И в данном случае непонятно, что с ними делать. То есть удалить их и переопубликовать заново. Можно ли так? Не забанят ли за это? Будут ли они в дальнейшем крутиться через некоторое время? Или не будут крутиться? Все. Может они мертвым грузом лежат? Может их надо удалить? Подождать там пару месяцев опубликовать заново? Эти вопросы меня, конечно, волнуют. Эти вопросы я задал техподдержке. И посмотрим, что они ответят. Было бы довольно интересно узнать у них ответ на этот вопрос. Так что, с одной стороны, объединение кучи площадок в одну, которая будет вот так вот интересно работать. Это, конечно, наверное, хорошо. Но, с другой стороны, на данный момент у Пульса еще есть другие проблемы. Удобная админка, как я уже сказал, чтобы можно было по каждой статье получить подробную информацию. Чтобы можно было по тем же видео, которые они добавили, получить подробную информацию, узнать, сколько мы на каждом видео заработали. В админке прямо узнать, сколько у него было просмотров. То же самое по статье. Ну, не обязательно смотреть, сколько мы заработали на каждом конкретном видео, на каждой конкретной статье. Ну хотя бы вот, чтобы мы могли легко найти и посмотреть каждую статью, какой у нее там CTR, какие у нее показы, без танцев с бубном, без каких-то вот поисков, сравнений, чтобы на это уходило там считанные минуты, а лучше вообще секунды, это, конечно, было бы замечательно. Это первый момент. Второй момент, что хорошо бы понять, как этот алгоритм наконец-то работает. Почему десятки статей, опубликованных просто, висят мертвым грузом и вообще никак не крутятся. То ли конкуренция в этой нише высокая, то ли статьи не очень хорошие, но опять же, кто их оценивал, по каким критериям, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем статьи крутились. Ответа на эти вопросы пока что нет, но я уверен, что они в скором времени будут, об этом я вам непременно расскажу, как, что и почему. Вот, ну а у меня на этом все, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь, до новых встреч, пока.